доброе утро у нас сегодня 2 октября 2020 года как видите погодка такая переменчивая однозначно шуточки торговые практически все закрыты за исключение продуктового магазина и мы только что открылись каталом там умеете цветочки там не знаю видно или нет улицы практически пустые ночью видимо все таки моросил дождь а может быть со вчерашнего осталось я не знаю спал как мелкая и только на нового с очками там стоит еще до сих пор фрукты овощи он пожалуйста хурма мандарины инжи персики помидоры все фигня все это есть все на месте никуда не делается идем пока в гараж как видите все спят некоторые барышни уже купались видите но я что-то не решил купаться я стараюсь как минимум полдня после дождика не купаться как-то пустая все уляжется я имею ввиду вода все равно идет с улицей по приятному приезжают ребята из москвы вам эти московские автомобили есть даже странно как они проехали обычно их там защемляют последненькие по прежнему там стоят владимир с очками не открылся константина тоже я особо не надеюсь сегодня встретить просто прогуляемся сейчас посмотрим что творится на пляже с утреца хотя вот видите многие уже купались и возможно я еще подумал за точнее пожалею что не одел платки сразу сейчас вы действительно самое время прокатиться на водопады после дождика четверг посмотреть что там да как там происходит конечно будет немножечко так что имейте ввиду как бы волк михаил ждет тут как раз клиентов на джиппинге натуры все нету вова вова не выдержал вова сейчас придет придет еще даже ну молодец туда так что у нас на пляже а на пляже у нас вчера был сильный шторм как я это вычислил да по водорослям смотрите куда добивало видимо я пропустил что самое интересное вот водоросли водичка сегодня мутная ну думаю теплая отступающих к еще меньше девушка раз Прошу вас заметить, точнее хочу подчеркнуть именно тот факт, что от моря прям теплом веет. С суши идет лотерочек, как бы вот так. А море аж теплое-теплое, аж теплое даже пытается загорать. Я думаю, сегодня им это удастся. Не знаю, какой будет день, кстати дорожки обратите внимание, даже дорожки сегодня пообирали. Все. Ну, осень пришел, скажите, я календарь привяну и снова 3 октября, но это будет завтра. Вот, на месте вытопленной дорожки идем, привык уже. А под дорожкой, конечно, хламов этого мусора очень даже много. пляж засыпает. Ну, подождите еще. Еще не до конца. Еще не до конца он засыпает, товарищи еще. Подождем малость. Я думаю, вернется еще солнышко. Будет светиться ярко и хорошо, и море пока еще теплое. Ну, это будет через денек там два, я не знаю сколько. Как бы не сразу. А народ даже сейчас подтягивается к морю, в принципе, море это хорошее. И если не будет дождя, а его вроде бы как бы и не будет, то все будет хорошо. Ну, первое впечатление, что осень все-таки пришла, да? Такое вот, есть, есть что-то такое, вот в них. Ну, еще по-прежнему девушки загорают на пляже. Вот такое тоже есть. Голуби тусуются. Но, как говорилось, с первого октября будет производиться ремонт набережной, как видите, ремонта набережной нет. Те тетя покормила голоды, и вот они тут теперь тоже это мероприятие, можно сказать. Правда, потом они тут уже как бы оставят все следы жизнедеятельности, и это мне не очень нравится. Особенно это не понравится тем, что, возможно, где он сегодня пойдет туда позагорать. А такие будут, поверьте, такие будут и в январе люди приходить, и в декабре. Все, уснула. Столовая, прибой, правда, еще работает. Ну, люди купаются, нормально. Ну, а мы пойдем с вами посмотрим температуру. Что там творится с другой стороны причала. И отправлюсь обратно домой. Сегодня у меня роликов практически нету. Вот, где мне было снимать, честное слово. Так, музыка, вот так я на причале. Тут по-прежнему фотографируются люди. С этой стороны причала побольше, мне кажется, на Гренаде людей. Да, да, гораздо больше, гораздо 34 точно. Со стороны Гренады народу и купаются вон, и яхты плавают. А со стороны улицы Каларар все-таки меньше людей. Так, второе, десятое. Отчетливо видно на цифровом табле. Явно, что сегодня солнца очень нету. Хотя оно выходит так вот, но... Так, температура 26 градусов. В принципе, самую важную для вас информацию я узнал. По температуре воды ничего не скажу, сам не знаю. Ну, а время ровно 9 часов утра. Так вот так. Ну что ж. Осень практически сступает с утра, но, думаю, еще будет борьба между летом и осенью. Недолгое, конечно. Максимум месяц. А потом уже так, с переменным. На пляже заметно стало погрязнее. Дело в том, что всякие... Сейчас видите, нет арендаторов практически. Хотя вот тут вот есть на лазерном, еще зонтики даже стоят. Но, видимо, они заняты другими делами, там убирают вот эти дорожки. Поэтому всякие бутылочки, всякие мелкие... Мусор, зажигалки, все это валяется. Со временем уберут. Люди еще купаются, но мало, мало. Я еще-то обязательно буду купаться. Обязательно. То есть... Даже не подумайте, что забросило это дело. Обязательно вернусь. Но на пляже людей, как видите, маловасенько. Ну что, придем в обед. Посмотрим. А может быть прогуляемся по пляжам. Хотя бы для начала по центральным. Посмотрим. Море, в принципе, позволяет купаться. Шторма большого нету. Это маленькие-маленькие-маленькие волны. В принципе, купаться комфортно. Ну что, друзья, на этом, наверное, будем потихоньку заканчивать. Эту часть нарезонского балета, Москва, как вы понимаете, не будет. Не полезли окупаться. По тупой домой. Сейчас, может быть, понадобенно немножко поснимаю, а может быть и нет. В общем, пока. Девять часов утра с копейками. Столовая от прибой. Как видите, людей практически нет. Ну, очень мало. Ну, это еще. Наконец сезона влом случае. Поверьте, здесь бывают и зимой, и летом люди отдыхают. Так что все будет там, а я решил все-таки не выключать камеру. Еще немножечко прогуляемся по набережной. Вот эти дорожки, которые поснимали на берегу. Вот этот парк. Часть уже этих аттракционов, я так понимаю, заморожена. Помните, мы там с вами проходили, были закрыты эти гавайи. Ольги нету еще. Наверное, рано. Даже просто с собой не работает. О как. Все. Людей мало. Мало. Кого это? Попугай кричит тут. А может, не попугай, не знаю. В общем, как-то вот так. На набережной прямо сейчас. Тишина и спокойствие. И только птички кричит. А вот народ, походу, на пляж подтягивается. Подтягивается, ребят. Потихоньку, медленно, уверенно, но идут. А что не пойти-то? Пока никаких намеков на дождь нет. Ну, я не наблюдаю, в любом случае. Пока все нормально. Даже он. Папа, видимо, с дочкой купается. Сейчас залезу наверх. Покажу вам сверху. Ветерок есть такой. Если будет послабее чуть-чуть, то можно будет и полетать над пляжем, кстати. Наверху уже вообще никого нету. Ну и что-то неплохая мысль полетать. Вот смотрите, что сейчас творится. Если у вас есть возможность сравнить предыдущие видео. Один поминга все равно есть на пляже. Голуби начинает хозяйничать. Преследуют бабушки, которые их покормили. вот лазурный 2-го октября. Саперы. Саперы в городе. Уже ищут. Теперь, как только начнутся большие штормы, из поверхи ребят специальной формы, с мноискателями этими сетями, будет более чем достаточно. Будут заниматься поисками злато-серебра. Смотрите, парень что-то на шоке. Начинают поиски. Обмоглевшая собачка вон у людей там прям, прям, чуть ли не легла на их, что я скажу, неподсилку. Эта подсилка, наверное, для собака. В общем, место я не отдыхаю. Забыл все слова. Вот. А собачка прям на нее такая вот пристроилась. А люди подходят. Как было так, потихонечку, потихонечку. Сегодня многие, наверное, побоятся купаться, но вот прогуляться, подышать классным, хорошим, чистым морским воздухом. Сейчас самое то. Ну все, а теперь точно всем пока. До новых встреч в эфире. Похоже, рано я попрощался. Смотрите. Не могу пройти просто так. Вот холораж. Девять с лишним утра. Тишина. Да. Только у столовой какой-то песик отдыхает. Вот это вот октябрь. Ай да октябрь. Ну тепло на улице за двадцать. Как вы видели. Сталку прям двадцать шесть было, да? Так что как бы вот так. Ну все. Всем пока. Теперь уже точно. Анастасия — чешно. Тема — негя... تم р Georges.